Всем привет из Катовицы и сейчас я нахожусь в таком наиболее, пожалуй, интересном и необычном районе этого города. Это район Никишавец, микрорайон такой, довольно древний, он был построен, получается, в начале еще 20 века и сквозь него хорошо как раз таки видна в том числе и история Катовицы, потому что это изначально такой рабочий город, рабочее поселение было, то есть здесь у нас шахты в основном были угольные и вот эта часть современного Катовицы, район Никишавец, изначально это было отдельное поселение в город, оно частью вошло только в 1959 году, до этого развивалось довольно обособленно и причина создания данного поселения было как раз таки то, что были нужны жилые помещения, жилые квартиры для рабочих шахт, для шахтеров и его строили уже после Дешавца, тут Дешавец тоже недалеко находится другой район, те же архитекторы, немецкие архитекторы, Эмиль и Георг Цильманы, они полностью создали проект данного рабочего поселка, потому что тот предыдущий Дешавец, который они построили, и он, кстати, тогда был построен в таком деревенском стиле больше, то вот здесь в Никишавце они решили уже в городском, такой промышленно-индустриальной застройке сделать этот район и здесь должно было быть создано помещение для 5000 работников и чиновников с их семьями, для того, чтобы как раз таки после открытия новых шахт удовлетворить эту потребность в жилье. И само название Никишавца, оно как раз таки происходит от фамилии одного из представителей компании, которая владела шахтами, барона фон Нитиша, и шахта, одна из шахт тоже была так названа, ну и, соответственно, Нитишавец, это вот сочетание Нитиш и Овец, это вот такое окончание польское, которое для поселений используется. Строительство этого района началось в 1908 году и можно сказать, что первый период жизни, Нитишавца, он, конечно, был не самый гладкий, мягко говоря, потому что до Первой мировой войны полностью достроить не получилось, то есть до начала войны только 6 из 9 кварталов были сданы и уже достраивался Нитишавец во время войны, в ходе войны, когда, конечно же, были и сложности, и проблемы, например, многие те же шахтеры, да, они были мобилизированы, призваны в армию, из-за этого и количество добываемого угля упало где-то на треть, в принципе, их зачастую заменяли на шахтах военнопленные, расходы тоже сокращались, были проблемы с поставками продовольствия, Тут даже было два таких, ну, две забастовки работников этих шахт в 16-18 году для того, чтобы добиться лучшего обеспечения продовольствия. Первый страйк, он вышел достаточно удачным, действительно, некоторые из требований были удовлетворены, требования этих рабочих, а после второго большинство протестующих их отправили или на фронт, или в тюрьму, так что разные такие, скажем так, итоги были этих выступлений, и проблема была некоторая с медикаментами, например, уже в самом конце войны тут и эпидемия Тифа вспыхнула в этом поселке, ну и с достройкой тоже не все так гладко шло, например, тот же костел Святой Анны, который тоже по проекту должен был быть построен вместе с самим рабочим поселком, его достроили только в 1727 году. После Первой мировой войны как раз тоже определялась судьба, ну и Польши в целом, и Силезии, к какому государству она перейдет, и этот район, Нитишавец, он тоже был таким значительным пятном, скажем так, в трех селезских восстаниях 1919-1921 годов, которые были за присоединение этого региона к Польше, причем в рамках Первого селезского восстания, здесь прямо на улицах этого района шли ожесточенные бои. Во время Второго и Третьего восстаний уже таких сильных боевых столкновений тут не проводилось, достаточно быстро повстанцами этот район был захвачен, но так или иначе, в любом случае, этот регион между двумя мировыми войнами, он принадлежал Польше, тут и культурное такое возрождение тоже польское происходило, разные клубы организовывались, но потом с наступлением Второй мировой войны снова были такие тяжелые времена для Нитишавца, после немецкой оккупации, как раз-таки было произведено тактилоскопирование, это была перепись населения, но она получила такое название, из-за того, что в карточках, которые выдавались каждому, там были только отпечатки пальцев, но не было фотографии. И тоже указывалась и национальность, и язык, на котором человек разговаривал, и поэтому, чтобы быть отнесенными тоже к немецкой группе народов и избежать репрессий, то большинство жителей Нитишавца, они указали селезский диалект, как тот язык, на котором они разговаривают, и это позволило их считать теми, кто относится к немецкой группе народов. Но, как бы, палка о двух концах, с одной стороны, репрессий не было, но с другой стороны, очень много людей, жителей этого района, они были мобилизированы в армию, потому что, ну, как бы, являлись немцами. Это тоже, конечно же, повлияло на успешность, скажем так, и состоятельность этого района в те годы, на те же шахты повлияло, что, опять же, были такие же примерно проблемы, как и в Первую мировую войну. Уже работали тут и женщины, и подростки, и, конечно же, и военнопленные. Военнопленные в основном именно русские работали здесь. И тоже такая вот сложная часть истории этого района была и во Вторую мировую войну. Играет музыка Сейчас нахожусь на площади Освобождения. Это, пожалуй, самая такая центральная точка этого района. Изначально она так и была спроектирована, потому что в одну сторону от площади здесь находятся три квартала административных, где все такие наиболее важные для общественной жизни здания находились, а также еще там и общежитие для одиноких шахтеров располагалось более чем на 500 мест. А в другую сторону от этой площади расположены уже жилые кварталы, шесть жилых кварталов. И вот здесь такая вот граница между ними, можно сказать, проходит. И тут же возле этой площади находится их костел Святой Анны. Такой многострадальный костел. Долго его достраивали. В 1927 году наконец-то достроили. Из-за Первой мировой войны его приостанавливали. Это, кстати, было одно из условий тоже, которое поставили перед владельцами шахты, когда им давали разрешение на строительство этого района. Условия того, что они обязаны построить также и этот костел. В итоге его все же достроили. Но во Вторую мировую здесь немцы также вывезли 4 из 5 колоколов и оставили только самый маленький из них, что так вот культурно тоже было большим ударом по местному сообществу. Недалеко здесь также, кстати, находится и музей. Музей этого района Нитишевца. И там есть две постоянные экспозиции, весьма интересные. Одна из них о том, как выглядела квартира в 30-е и 50-е годы, где-то плюс-минус в то время. Стандартная, типичная квартира в этом районе. И вторая экспозиция о том, как стирали тогда вещи, потому что было запрещено стирать в квартирах. И все женщины, они шли в отдельное здание, которое сейчас и является этим музеем. Точнее, там и расположен музей на данный момент. И там можно посмотреть, как происходил процесс стирки, сушки, глажки. И это было таким и объединяющим отчасти местом, где все могли там обсудить последние новости, пообщаться, пока мужчины были в шахтах на работе. Субтитры сделал DimaTorzok В общей сложности в Недешевце построено около 1 тысячи квартир. При этом типовая планировка квартиры – это 2 комнаты плюс кухня, площадь 63 квадратных метра, что, в принципе, для семьи достаточно и неплохо было. И в целом тут даже в мелочах часто видно стремление архитекторов разнообразить, эмоционально разнообразить этот район, сделать его более комфортным для жизни. В первую очередь это достигалось за счет разных арок, разных мелких элементов, типа эркеров, разных элементов декоративных, которые от дома к дому отличаются и делают жизнь здесь менее монотонной, менее однообразной. Кстати, вот эта красная обводка на окнах, сейчас она уже стала визитной карточкой этого района и на всех окнах есть красная краска такая снаружи. Но изначально появилась она здесь по причине того, что именно краской этого цвета, ее можно было получить в шахте бесплатно, поэтому, собственно, все ее и брали, и использовали у себя в квартирах. Сейчас внутри каждого такого квартального дома находятся довольно обычные вещи, там детские площадки, какие-то спортивные площадки, просто зелень, там машины тоже паркуют. Ну а раньше внутри было достаточно интересно и необычно. Во-первых, здесь разводили животных, тут и свиньи были, и голуби, куры, то есть все жители домов, они могли как раз-таки свою живность держать во дворах. И также были и такие маленькие пекарни, где можно было прийти и выпекать свой хлеб или что-то наподобие того. Да и в целом сам Нитищавец, он строился как такой вот район самодостаточный. В принципе, здесь по тем временам было все, что нужно, и можно было вообще не выезжать за пределы этого района. Но к тому же он был и достаточно прогрессивным для своего времени. На момент постройки он весь был полностью электрифицирован, полностью подведена и вода, и канализация. И в каждую квартиру в том числе была подведена и питьевая вода. Мне было очень интересно посетить Нитищавец. Это такой действительно уникальный район, и при этом он очень хорошо сохранился со времен своей постройки. Такой вот, с одной стороны, рабочий, конечно, поселок, но сделанный интересно, есть изюминка. Единственное, когда только ехал, то посмотрел фотографии и боялся, что будет излишне он давить, потому что такой массивный. Особенно, когда есть какие-то фотографии сверху сделанные, то кажется, что в барак какой-то попадешь, и ничего особо интересного там не будет. Ну, то есть будет интересно, но будет некомфортно. А оказалось, что внутри совсем другие ощущения. Да, масштабно, да, массивные здания, но при этом комфортно абсолютно гулять по этому району. И архитекторам изменением мелких таких архитектурных форм, разных деталей и элементов удалось действительно сделать этот район комфортным, комфортным для того, чтобы по нему ходить, смотреть. И я думаю, для жизни тоже довольно комфортный. При этом очень такое двоякое и необычное ощущение из-за того, что это живой сейчас район, и ты с одной стороны ходишь как будто по музею, по какому-то такому комплексу, который имеет туристическую привлекательность. И при этом во всех этих домах просто живут люди, живут своей обычной жизнью, ходят на работу, воспитывают детей, отдыхают. И это тоже по-своему непривычно. Но в целом очень интересное место. Определенно будет еще ролик из Дешевца, который чуть раньше был построен, тоже другой промышленный район, ну именно жилой промышленный район. И в целом подписывайтесь на канал, здесь много будет и есть уже интересных роликов. И всем до новых встреч, всем пока!